QLED телевизор Samsung за 90 тысяч гривен. Что вообще можно говорить об этом телевизоре, если всем и так понятно, что за такую стоимость он офигенный, при том, что 65 диагональ OLED телека стоит дороже. FUA. Большой выбор игровых девайсов. Не, у меня есть что сказать. И начнем мы не с качества картинки, не с удобства смартхаб, а с дизайна. У меня здесь возникло парочку вопросов. Это дизайн 360. Вы спросите, в чем, собственно, вопрос? Телевизор со всех сторон смотрится идеально, вписывается в любой интерьер и практически нет рамок. Но за 90 тысяч мне хотелось бы чего-то премиум класса. Прямо вот особенного, не похожего на остальных. Чтобы все друзья, знакомые, приходя ко мне домой, офигевали лицезреть ее творение. Ну, понимаете, к чему я веду? Хотелось бы какой-то эксклюзивности. Но это мое субъективное оценочное суждение. И если кто из вас считает иначе, можете написать это в комментариях. А я с любовью, с огромнейшей любовью отношусь к комментариям. Поэтому жду вашего мнения там. В принципе, на этом мои притянутые за уши претензии заканчиваются. Тем более, есть режим Ambient, который позволяет вместо черного экрана включить какую-нибудь картинку под ваш интерьер. Телевизор может подстраиваться под ваши обои, включать фотографии, воспроизводить дату, время и прочее. Уже при распаковке ты понимаешь, что покупаешь качественный и годный продукт. В момент настройки играет музычка. Это мелочь, но приятная. Она создает офигительную атмосферу. Телевизор настраивается очень просто и интуитивно понятно. Уже подключая Wi-Fi, вы, считай, получаете доступ ко всему контенту. Ну, практически ко всему. И тут стоит сразу же отметить пульт One Remote Control. Им очень удобно пользоваться. Минимум кнопок и хорошо сидит в руке. YouTube. Есть система управления голосом. С помощью нее можно переключиться на другое приложение или в момент просмотра контента открыть настройки, что-нибудь в них похимичить с изображением на свой глаз. Также есть приложение фирменное на телефон от Samsung, которым, типа, как кому-то там удобно пользоваться. Мне же намного удобнее пользоваться пультом. Даааа! Пультом. Но это удобство не было бы возможно без фирменного смарт-интерфейса от Samsung Smart Hub. Smart Hub. Smart Sporn Hub. Он сделан таким образом, чтобы вы могли добраться до нужного вам приложения в 3-4 нажатия, тем более начинка телевизора за 90 тысяч не позволяет интерфейсу виснуть или работать как-то некорректно. Я спокойно переключаюсь между приложениями и в момент просмотра контента уже могу запланировать, что я буду смотреть дальше. Есть несколько стандартных предустановленных приложений по типу ютуба и стриминговых сервисов с фильмами и сериалами. Скорее всего вам будет этого мало, так что можно в магазине приложений скачать все, что душе угодно, даже игры. Это 65-дюймовый 4К-телевизор, на котором мало 4К-контента. Бесплатного 4К-контента. Вам придется его или покупать и смотреть спокойно себе там, окей. Или второй ужасный нечестный пиратский метод. Скачивайте фильмы на компьютеры, через флешку смотрите их на телевизоре. Я так не делаю. Это очень плохо. На самом деле норм. Картинка, она шикарная, а другого я не ожидал от телевизора такого ценового сегмента. Инновационная технология квантовых точек, бла-бла-бла. Вот что реально примечательно, так это более миллиарда цветов. В основе QLED лежит процесс превращения света в идеальный цвет. Это сочетание позволяет добиться стопроцентного цветового объема с потрясающим диапазоном оттенков. Цветовой объем это показатель насыщенности и точности передачи цвета. Например, если при увеличении громкости аудиосистемы вы ощущаете эффект объемного звучания, при увеличении цветового объема вы получаете более широкий диапазон оттенков изображения. Говоря простым языком, независимо от освещения в комнате, залита она полностью светом или плотно затвинутые шторы, мы смотрим на картинку и получаем ее такой, какой она есть в реальной жизни, независимо от источников света. Плюс телевизор подстраивается под освещение в вашей комнате, там, становляясь ярче или чуть-чуть темнее. Это круто, я прям офигел. Ребят, перечислять абсолютно все инновейшн технологии нет смысла. Здесь есть QHDR Elite, Q-Contrast, 100% цветовой охват и прочее. Вы можете лично посмотреть все технические характеристики по ссылке в описании, что рекомендую вам сделать. Я же скажу, картинка высшего уровня, цвета реальнее, чем в жизни. Она насыщенная, не блекла, а изображение плавное. К тому же, квантовые точки у Samsung неорганические, поэтому они не выгорают спустя некоторое время. Ну, только если вы не оставите включенным телек на целый год, там уже хрен знает, что с ним может случиться. Качество изображения вы можете менять под себя, как по стандартным пресетам, так и есть дополнительные настройки для каких-то продвинутых пользователей, которые будут чисто под себя прям тут настраивать идеально все. То же самое и со звуком. Здесь два динамика по 40 ватт, плюс есть сабвуфер. Дополнительный саундбар я не покупал бы, но вы уже отталкиваетесь от своих предпочтений. Samsung старается сделать свою экосистему умного дома, в который будет входить этот телевизор. Панель SmartThings позволяет связаться с этим телеком все умные устройства в вашей комнате, квартире, доме, везде, короче. Это настолько навороченный телевизор, что вы можете его использовать как картину. Включить показ слайдов со своего облака, включить музычку на фон и прочее. Фух, это просто взрыв мозга. Навороченный крутой телевизор, ссылочка на который будет в описании. А вы пишите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете по поводу таких навороченных телеков и сможете ли вы его себе купить. Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик, пока эта функция не стала платная. Уже совсем скоро, еще чуть-чуть осталось, 15 рублей будет стоить жмакать на колокольчик. Все вам самого лучшего, всех люблю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok